Пролить свет на проблему темных пешеходных переходов решили активисты общественной палаты региона. И в начале недели открыли горячую линию для горожан. Просили звонить и сообщать адреса неосвещенных, а значит потенциально опасных переходов. За несколько дней работы на линию поступило чуть больше 50 звонков. Показатель средний. К удивлению организаторов, жители походно сообщали и об отсутствии необходимых, по их мнению, зебр, и о плохой освещенности улиц в целом. Несколько звонков поступило из других муниципалитетов – Шуи, Вичуги, Комсомольского района Плёса. Информация о них будет направлена в областную комиссию по безопасности дорожного движения и доведена до глав. Прежде мнение жителей региона по вопросам освещенности переходов не учитывалось. Список объектов составляли в ГИБДД, опираясь на статистику аварийности. Напомним, в 2016 году на территории областного центра дополнительно осветили 99 переходов. По Иванову эта информация уйдет буквально 25 декабря на комиссии безопасности дорожного движения непосредственно подрядчику. То есть это будет список, по которому он тоже будет работать. На следующий год планируют о ней подсветить от 150 до, такая интересная цифра прозвучала, до 200 пешеходных переходов. Это очень хорошо.